Студенческий фонд создан на базе колледжа СГУ. Туда может обратиться за помощью любой учащийся. Это может быть и психологическая поддержка, и материальная. Кому-то фонд находит репетиторов, готовых заниматься бесплатно, кому-то оплачивает необходимые лекарства или платные анализы. Всего же сочинские молодые активисты организовали и провели за этот год около ста социальных проектов. Одна из последних идей – это клуб «Молодая семья», где супружеские пары с детьми могут общаться, вместе проводить время, делиться опытом. «Молодежная политика. Мы занимаемся возрастом от 14 до 22-23. А молодые семьи с детьми, которые тоже надо учить, трезвому мышлению, здоровому образу жизни, развитию, этого не было. И вот мы именно создали этот проект. Мы уже в Москве его показали, этот проект, как раз я летал, сказали, если вы сделаете его в Сочи, мы сделаем его федерально, на всю страну». Кроме того, на встрече Анатолий Пахомов предложил создать в Сочи новую молодежную организацию для того, чтобы вовлечь в активную жизнь как можно больше молодых людей. Они бы помогали мэрии проводить мониторинг в самых разных отраслях, например, в общественном транспорте или в вопросах благоустройства. «Почему бы наша молодежь не стала дублерами у этих ребят по этим вопросам и не контролировала улицу и по санитарному состоянию, и по благоустройству? По сути дела, мы предлагаем молодежный такой вот народный фронт, только под названием «Команда Мэра».